Здравствуйте! В этом видео рассмотрим устройство. Принцип действия и расчет брагоперегонных аппаратов. Брагоперегонные аппараты служат для получения спирта сердца. Для его получения применяют обычно одноколонные брагоперегонные аппараты. Колонна состоит из двух частей. А колонны укрепления спиртовой и Б колонны истощения выварной или брожной. В аппарате имеется дефлегматор Д и холодильник Х. Работа аппарата протекает следующим образом. Брашка насосом по трубопроводу 1 подается в дефлегматор Д, где нагревается конденсирующимися водно-спиртовыми парами. Подогретая бражка поступает на верхнюю тарелку выварной колонны Б. При стекании по тарелкам выварной колонны из бражки вываривается этиловый спирт. Греющий водяной пар поступает по трубе 3 в кубовую часть колонны. Освобожденная от спирта бражка Барда удаляется по трубе 2. Водно-спиртовые пары, поднимающиеся с верхней тарелки выварной колонны, поступают в спиртовую колонну, где укрепляются при взаимодействии с флегмой, стекающей в этой колонне. Флегма образуется в дефлегматоре Д. Продукт перегонки водно-спиртовые пары поступают в холодильник Х, где, конденсируясь, образуют спирт-сырец, отводимый по трубе 4. Трубы холодильника охлаждаются водой, поступающей по трубе 5. Спирт-сырец, содержит все летучие примеси этилового спирта, этанола, имеющегося в бражке. На слайде представлена монтажная схема брагоперегонного медного аппарата. Колонна аппарата имеет в спиртовой части 14 ситчатых тарелок, а в выварной части 19 одноколпачковых тарелок, дефлегматор 2-барабанный. Несколько труб верхнего барабана охлаждаются водой. Холодильник комбинированный. Верхняя часть трубчатая служит для конденсации паров сырца. Нижняя змеевиковая для охлаждения конденсата. Пробный холодильник 5 контролирует содержание спирта в отходящей барде. На схеме показано также вспомогательное оборудование брагоперегонного аппарата. Далее рассмотрим расчет брагоперегонного аппарата. Количество летучих примесей этилового спирта, этанола, в брашке и сердце невелико. Поэтому при расчетах принято рассматривать брашку как состоящую из смеси двух летучих компонентов, этанола и воды. Однако следует иметь в виду, что как летучие, так и нелетучие примеси оказывают некоторое влияние на положение кривой равновесия системы этанол-вода. Нелетучие примеси брашки оказывают высаривающее действие на этанол. Если, например, мы имеем миласную брашку с содержанием сухих веществ 5,56%, то при крепости брашки концентрации этанола в брашке 8 массовых процентов содержание спирта в парах будет равно 47,86%. В чистом водоно-спиртовом растворе при крепости в жидкой фазе 8% массовых крепость паров спирта должна была бы быть 47,6%. Однако присутствие в брашке сивушного масла, как показали исследования Митюшева, наоборот, уменьшает летучесть этанола. Первое. Определение флегмового числа. Расчет брагоперегонного аппарата начинают с определения флегмового числа В. Значение минимального флегмового числа определяют по формуле, представленной на слайде. Если поступающая в колонну брашка имеет температуру кипения Т, кипения, то Х0 соответствует содержанию в ней спирта. Если же брашка не догрета до температуры кипения, то на тарелке питания, верхней тарелке выварной части колонны, происходит укрепление брашки за счет конденсации водоно-спиртовых паров, поступающих с ниже лежащей тарелки. Для определения концентрации спирта в жидкости на питающей тарелке предложено несколько методов, отличающихся между собой точностью. Для технических целей можно воспользоваться графическим методом. На горизонтальной оси графика отложено количество тепла в килокалориях, которое необходимо для нагревания 100 кг брашки до температуры кипения. На вертикальной оси содержание этанола в массовых процентах в жидкости на тарелке питания. Способ пользования графиком следующий. Зная температуру брашки, определяем теплоту недогрева по формуле, представленной на слайде. Эту величину откладываем на оси абсцисс. Из найденной точки проводим вертикаль до пересечения с кривой, отвечающей концентрации спирта в брашке. Из точки пересечения проводим горизонталь до пересечения с осью ординат, на которой находим концентрацию этанола в жидкости, кипящей на тарелке питания. Метод определения температуры кипения жидкости на тарелке питания, отличающийся большей точностью, разработан Хариным и Доморецким. Найдя концентрацию спирта на тарелке питания Х0 по таблице фазового равновесия системы этанол-вода, определяют величину У0, а затем вычисляют минимальное флегмовое число ВМИН. При минимальном флегмовом числе ВМИН расход тепла на брагоперегонный аппарат будет минимальным. Однако при этом число тарелок будет велико. Поэтому действительное флегмовое число В должно быть больше, чем ВМИН. Принимают В равное ВМИН умноженное на бета. Коэффициент бета может колебаться в пределах от 1,1 до 2. Обычно принимают бета равный 1,5. Определив флегмовое число, можно составить материальный и тепловой балансы брагоперегонного аппарата. Пункт второй расчета. Материальный и тепловой балансы брагоперегонного аппарата. В таблице на слайде представлен материальный баланс брагоперегонного аппарата. Для удобства баланс составляют на 100 кг брашки, поступающей на тарелку. Масса барды при обогреве открытым паром слагается из массы конденсата пара P и остатка после выделения из брашки летучих веществ R. Очевидно, что R равно M-D, то есть масса брашки минус масса паров спирта сырца. Уравнение материального баланса будет иметь вид, представленный на слайде. На основании материального баланса составляют тепловой баланс, который представлен в таблице на слайде. Также в таблице представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Расход тепла Q7 для колонны, покрытой тепловой изоляцией, принимается равным 200 ккал или 840 кД на 100 кг брашки. На основании данных, приведенных ранее в таблице теплового баланса, составляем уравнение теплового баланса. Оно представлено на слайде. Неизвестным в этом уравнении являются масса греющего пара, масса паров спирта сырца и масса выделений из брашки летучих веществ. Решая систему из трех уравнений с тремя неизвестными, определяем массу паров спирта сырца, массу выделяющихся из брашки летучих веществ и расход пара P на 100 кг брашки. Третий расчет. Расчет числа тарелок брагоперегонного аппарата. Для определения числа тарелок воспользуемся графическим методом, предложенным КЭБом и ТИЛе для бинарных систем. Метод заключается в построении линии равновесия, рабочих линий и ступеней концентрации, теоретических тарелок. На слайде показано построение для спиртовой колонны. Кривая равновесия системы этанол-вода строится при помощи таблицы с данными о равновесии системы жидкость-пар системы этанол-вода при нормальном давлении. Рабочая линия спиртовой колонны проводится согласно уравнению колонны укрепления. Уравнение представлено на слайде. Построив эту линию, проводим далее ступенчатый график для нахождения числа теоретических тарелок. Рабочая линия выварной колонны, колонны истощения, в случае обогрева открытым паром, строится по уравнению, представленному на слайде. Задаваясь двумя значениями Х, по этому уравнению находим соответствующие значения У. И по ним строим рабочую линию выварной колонны. Величина Г равна П деленная на 18, где П найденный ранее расход пара, а 18 это его малярная масса. Количество молей Л большое складывается из трех величин. Л1 потока бражки, Л2 потока флегмы, приходящей из спиртовой колонны, и Л3 потока конденсата пара, израсходованного на нагрев бражки. Для того, чтобы найти величину Л2, нужно разделить массовое количество бражки на ее среднюю малярную массу. Формула представлена на слайде. Для нахождения величины Л3, найденную выше теплоту недогрева бражки Ку-Н, делим на молекулярную теплоту конденсации водяного пара Р. Формула представлена на слайде. Если колонна обогревается закрытым паром через кипятильники, то уравнение рабочей линии выварной колонны будет иметь вид, представленный на слайде. В этом уравнении У малая это отношение М к Д. Прочие величины известны. Для этого случая сделано построение на рисунке, представленном на слайде. Чтобы получить достаточно точный ответ на вопрос о количестве необходимых для перегонки теоретических тарелок, необходимо сделать построение в большом масштабе. Однако, построение ступеней концентрации для области низких концентраций все же не будет точным. Поэтому для нижней части выварной колонны, где концентрация спирта изменяется от 0,004 до 0,2 мольных процента, количество необходимых теоретических тарелок определяется по уравнению Сореля-Харина, которое представлено на слайде. Найдя число теоретических тарелок, определяем число реальных тарелок. Для этого число найденных теоретических тарелок делим на КПД каждой тарелки, который может быть принят для брагоперегонных аппаратов равным 0,5. Четвертый расчет. Расчет и определение основных размеров колонны брагоперегонного аппарата. Основными размерами брагоперегонного аппарата являются диаметр колонны D, большое внутреннее и ее высота. Для определения высоты необходимо знать число тарелок, которое мы нашли ранее. И расстояние между тарелками H малое. Для определения диаметра колонны D внутреннее находят максимально допустимую скорость пара Омега-Пара в метрах в секунду в полном сечении колонны, которая определяет оптимальную производительность аппарата и которая находится в функциональной связи с расстоянием между тарелками H в миллиметрах. Для нахождения Омега и H предложен ряд формул. В спиртовой промышленности для колпачковых тарелок получили распространение формула Ставникова и формула Киршбаума. Формула Ставникова предложена на основе опытов PV и Беккера, произведенных на колонне с диаметром D внутреннее 458 миллиметров, с раствором концентрации спирта 35% малярных. Формула имеет вид, представленный на слайде, где Z – это глубина обработажа в миллиметрах. Это же уравнение может быть применено и для ситчатых тарелок. Формула Киршбаума получена на основании экспериментов, проведенных в колонне диаметром D внутреннее 400 миллиметров. Перегонке подвергалась ввода на спиртовая смесь крепостью 50% массовых. И было предложено уравнение, которое вы сейчас видите на слайде. Видео, посвященное конструкции контактных устройств, то есть тарелок, браго-ректификационных и браго-перегонных аппаратов есть на канале. Вы можете посмотреть это видео, перейдя по ссылке в описании. В опытах Киршбаума глубина барботажа Z оставалась постоянной и равной 30 миллиметрам. Уравнение Киршбаума может быть применено также при вакуумной перегонке. Для определения скорости пара в метрах в секунду в полном сечении колонны применяется также уравнение Соудерса и Брауна, которое представлено на слайде. Найдя по одной из приведенных формул допустимую скорость пара омега-пара в полном сечении колонны, определим диаметр колонны D внутренние из уравнения, представленное на слайде. Максимальный объем паров в метрах в час может быть найден из уравнения, представленное на слайде. Максимальный объем пара будет в нижней части колонны. Высота колонны H, если известно число тарелок N и расстояние между тарелками H малое, будет найдено из уравнения, представленного на слайде. Спасибо за внимание. Вы посмотрели видео, посвященное брагоперегонным аппаратам, их устройству, принципу действия и расчету. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.